На библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему церковные службы такие скучные. Очень хороший вопрос, вспоминаю сразу себя. Приехал я как-то в Обтяну пустынь, это было 10 лет тому назад. Вот, впервые приехал в монастырь на службу. И что я там увидел? Я увидел очень скучных людей. Смотрел я на них и видел, что унылые, какие-то лица, куда-то в пол смотрят, тоска, жалко на них смотреть. Несчастные люди, подумал я. Не повезло им в жизни, не смогли реализоваться, вот и пошли в церковь. А служба мне тоже очень скучная казалась. Что-то поют, там говорят, ничего не понятно. Скукотища. Я даже в храме не стал долго находиться, тем более там народу было так много. Вышел на улицу и сидел, так слушал через динамик. Вот. Видел выходящие из храма, опять-таки, скучные лица. Сейчас я знаю другое. Почему кажется, что в храме скучно? И служба сама скучная. И люди такие, какие-то скучные. Не улыбаются, не радуются. Вы знаете, есть очень прекрасные слова Господа. «Прибудьте во мне, и я в вас. И радость моя в вас прибудет. И радость ваша будет совершенна. И возрадуется сердце ваше, и радости ваше никто не отнимет у вас». И давайте вспомним еще одни слова Господа. «Царство небесное внутрь вас есть». А что такое, кстати, царство небесное-то? Это царство радости и счастья, царство любви. Если сам Бог есть любовь, значит, его царство – царство любви. А в любви всегда радость. Он тоже об этом говорит. «Прибывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем». Так вот, человеку, пришедшему в храм, может быть скучно только по одной причине. Потому что он находится сам вне Бога. Он не находится в Духе Божьем. И поэтому он не получает той внутренней радости в душе, которую дает Бог. А я скажу еще следующее. Что когда ты получаешь вот эту духовную радость, когда она в тебе появляется, как дар Божий, то ты уходишь весь внутрь себя. Ты перестаешь смотреть по сторонам. Тебя ничего внешнего не интересует. И поэтому с виду ты можешь выглядеть совершенно унылым человеком. А на самом деле в душе у тебя огромная радость. Ты просто боишься ее потерять. И ты поэтому замкнулся в себе. Хотя бы на время. Хотя бы во время службы. И ты молишься. Именно через молитву соединяется человек с Богом. Ну, не говоря уж о таинстве, конечно, о таинствах церковных других. Поэтому, друзья мои, если вы посетили церковь, и вам в ней скучно, это говорит только об одном. То, к сожалению вашему и нашему, Дух Животворящий не поселился в вашем сердце. А если вы видите других людей, которые вам кажутся скучными, унылыми, то вы просто ошибаетесь. Каждый видит свое. Каждый видит то, что есть в нем. Когда я вижу сейчас людей, таких с виду замкнутых, унылых, я знаю, они наоборот радуются. У них царство небесное в душе. Ангелы поют. Поэтому они с виду кажутся такими. Но, как сказал Господь, не судите по наружности, а судите судом праведом. А вообще-то лучше не судите, да не судимы будете. Спасибо.